Рекордсмены Сегодня на уроке вы узнаете, что зависит от каждого слова в предложении. Прочитайте примету. Дельфины играют, ветер предвещают. Это интересно. Представьте себе корабль прошлого. У моряков не было специального оборудования, навигаторов, спутниковой связи. В попытке угадать, благополучно ли завершится плавание, моряки обращались за предсказаниями к ветру, волнам, снастям корабля и, конечно же, к морским птицам и животным, снующим вокруг. Игривые дельфины отлично подошли на роль водяных провидцев. Считалось, что дельфины – вестники счастья. Прочитайте, выделяя голосом, каждую законченную мысль. Сколько предложений в этом тексте? Дельфины. Дельфины – самые умные морские животные. Больного или раненого дельфина товарищи поддерживают на поверхности воды. Так дельфины спасают и людей. Дрессированные дельфины выступают в морском цирке – дельфинарии. Выберите из текста предложение, которым можно назвать картинку. Правильно, в этом тексте четыре предложения. Предложение, которым можно назвать картинку. Дрессированные дельфины выступают в морском цирке – дельфинарии. Выполните фанатический разбор слова «умные». Проверяем. В слове «умные» три слога – ум, ны, е. Буква У – звук У. Гласный – ударный. Буква М – звук М. Согласный – звонкий, твёрдый, непарный. Буква Н – звук Н. Согласный – звонкий, твёрдый, непарный. Буква И – звук И. Гласный – безударный. Буква Е даёт два звука. И – согласный, звонкий, мягкий, непарный. Звук Э – гласный, безударный. В слове «умные» пять букв, шесть звуков. Сравните два предложения. Определите, в чём различие. Дельфины – самые умные морские животные. Дельфины – морские животные. Какое предложение помогает нам представить способности дельфинов? Дельфины – самые умные морские животные. Первое предложение помогло нам представить возможности дельфинов. Запомним. Смысл предложения зависит от каждого слова. Добрый совет. Тщательно подбирайте слова в предложении, чтобы точно выразить свою мысль. Составьте предложение о муравье. Используйте опорные слова. Сравните предложение. Что вы заметили? Проверяем. Муравей – маленькое, трудолюбивое, сильное насекомое. Это предложение, в котором сообщается информация о насекомом. Мал муравей тела довели к делам. Это пословица, которая означает, что трудолюбие и упорство помогают достигать значительных результатов. Сравнение с муравьем не случайно. Это насекомое является символом трудолюбия у многих народов мира. Муравей может перенести груз до пяти тысяч раз тяжелее себя. Выполним упражнение 4 на странице 19. Прочитаем. Сравните два текста. Чем они различаются? Лягушки – чемпионы по прыжкам в длину. Их передние лапки короткие, а задние – длинные. Поэтому они передвигаются прыжками. Лягушки – чемпионы. Их передние лапки короткие, а задние – длинные. Поэтому они передвигаются прыжками. Правильно, в первом тексте точно передаётся, в чём уникальность лягушек. Прочитайте текст упражнения 5 на странице 20. Дополните предложение. Прочитайте ещё раз. Проследите, изменился ли смысл предложений. Слова для справок. Ловко, тонкую, маленького, быстро. Проверяем. Кот и воробей. Однажды Мурзик сидел на дереве и увидел маленького воробья. Кот ловко спрыгнул с дерева. Хитрый воробей быстро улетел от кота. Птица села на тонкую ветку. Конечно, смысл предложений изменился. Этот вариант текста более точно выражает мысли автора. Ребята, а вы знали, что кошки – рекордсмены животного мира по продолжительности сна? Выполните разбор слова маленького по составу. Проверяем. Маленького – окончание «ога», корень «мал», суффикс «еньк». Ребята, рассмотрите схему. Проверьте, что вы знаете о предложении. Проверяем. Предложение – это одно или несколько слов, которые выражают законченную мысль. Слова в предложении связаны между собой по смыслу. Начало предложения пишется с большой буквы. В конце предложения может стоять точка, вопросительный или восклицательный знак. Предложения бывают по цели высказывания повествовательные, побудительные, вопросительные. По интонации – восклицательные и невосклицательные. От каждого слова зависит смысл предложения. Ребята, проверим свои знания. Определите, в какой строке предложение. Рыбку из пруда. Не вынешь из труда без рыбки и пруда. Без труда и рыбки. Без труда не вынешь и рыбку из пруда. Правильно, предложением является. Без труда не вынешь и рыбку из пруда. Определите, какое предложение написано правильно. Второе предложение написано правильно. У Сауле живет кот Пушок. Кот нарицательное существительное. Пишем с маленькой буквы. А Пушок – имя собственное. Кличка Кота. Пишем с большой буквы. Прочитайте предложение. Определите, какой знак нужно поставить в конце предложения. Почему осенью с деревьев опадают листья? Точку – восклицательный знак. Вопросительный знак. Проверяем. Правильно, в конце предложения нужно поставить вопросительный знак. Почему осенью с деревьев опадают листья? Предложение содержит вопрос. Определите, в какой строке из данных слов нельзя построить предложение. Проверяем. Котята пьют теплое молоко. Щенок лакает парное молоко. Бабушка купит полезное молоко. Правильно. И слов во второй строке нельзя составить предложение. Подведем итоги урока. Вы узнали, что смысл предложения зависит от каждого слова. Нужно тщательно подбирать слова в предложении, чтобы точно выразить свою мысль. Ребята, не забудьте самостоятельно выполнить упражнение 6 на странице 28. Спасибо за внимание. До встречи на следующем уроке. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин